В Хабаровской школе номер 47 завершается ремонт пищеблока и строительство нового спортзала. Однако не все работы подрядчики успевают выполнить к началу учебного года. На какой стадии находится строительство, проверил мэр Сергей Кравчук. Репортаж наших корреспондентов. С начала июня в школе номер 47 рабочие обустраивают новый пищеблок. Старый был слишком маленьким и не отвечал современным требованиям. Поэтому строителям пришлось снести все перегородки и буквально с нуля отстроить всю зону готовки. Мы в свое время не попали лет назад в проект «Пишка». И поэтому это, наверное, единственная школа, в которой все было устаревшее оборудование и технологические, которые не использовалось тяжело. Поэтому было много нареканий. На данный момент подрядчик завершил практически все работы. Осталось только установить двери в самом пищеблоке и расставить оборудование по местам. Как проходят работы в школе, проверил мэр города Сергей Кравчук. Оборудование на месте? Все пришло. Все на месте. У нас до начала учебного года осталось не более двух недель. Да. Мы успеваем все это сделать? Все успеваем. А вот во втором корпусе этой школы, где сейчас строится новый спортзал, в сроки уложиться не удалось. Тем не менее, подрядчик уверяет, задержка с вводом в строй здания будет минимальной. Первоначальный срок сдачи был поставлен 1 сентября, к началу учебного года. Но это уже на вашей ответственности. Пусть заказчик применяет к вам санкции согласно контракту. Но если 15 сентября, то пока я принимаю. В ближайшее время строители зальют фундамент, после чего приступят к возведению стен. Поскольку объект будет собираться из быстровозводимых конструкций, завершить работу к середине сентября задача посильная. Это все по муниципальной программе. Я не только по муниципальной, нам помогает правительство Хабаровского края. Благодарим Министерство образования за помощь, в том числе и по модульным объектам. Это у нас два модульных объекта в городе Хабаровске, будет два спортивных объекта. Также Сергей Кравчук отметил, что все школы Хабаровска к началу учебного года готовы. Всего в краевом центре 70 муниципальных учебных заведений. Александр Лихачев, Вячеслав Гирич, Телеканал Губерния.